Здравствуйте! Это итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Пьют ржавую воду, живут в домах с плесенью. С какими проблемами жители Ульяновской области пришли к губернатору? Ульяновские диабетики получили долгожданные медсредства. Оскорбить нельзя судить. Дело о задетой чести чистого города продолжается. Хотели снести, но передумали. Ульяновцы выживают на Академика Павлова. Пьют ржавую воду, живут в домах с плесенью. Жители Ульяновской области рассказали о проблемах к губернатору. Накануне он провел прием граждан. В общественную приемную обратились две жительницы Ульяновской области. О чем рассказали, узнавала Виктория Черкова. Проблемы решить, ни одну не пропустить. Губернатор Сергей Морозов провел личный прием граждан по поручению президента Российской Федерации. В начале разговора глава региона объявила о начале усиленного мониторинга обращения людей с помощью соцсетей. На особый контроль поставлены отдаленные районы Ульяновской области. Ежедневно при выезде губернатора в любой из муниципалитетов, в любой из районов города Ульянска, мы посещаем те объекты, на которые нам люди указывают, которые вызывают у них возмущение. Там разбираемся на месте и людей информируем. Возможно, даже я попросил бы Анатолия Владимировича подумать, как это все технически спроводить в режиме, что называется, онлайн. Чтобы мы могли подключиться к социальным сетям, будет, так сказать, одноклассники, будет, так сказать, другие какие-то. Ну, в общем-то, откуда там пришла информация. В общественную приемную губернатора обратилась жительница Сенгелеевского района Вероника Орлюкова. Дело в том, что в одном из домов, в котором получили квартиры дети-сироты, обнаружилась масса неисправностей. В жилых помещениях оказалось недостаточно регистров батарей. Водяной насос работает на последнем издыхании. При получении обращения управляющие компании и застройщик разводят руками. У нас в районе все съехали. Съехали, потому что у нас пошла плесень. А на третьем этаже идет плесень. Прямо на окошках у нас плесень. Она влага прямо стоит. У нас детей маленькие больше, чем в самом деле. У нас 20 детей. Из них у нас трое грудничковых. На данный момент им два месяца. А половина у нас съехала. У нас из тридцати двое отсутствует. А на данный момент у нас живут шесть семи. Остальные у нас просто все съехали. Из того, что просто в квартирах холодно. Губернатор поинтересовался дальнейшими делами Минстроя. Дело в том, что 15 октября в министерство обратились из администрации района. Был неисправен котел. Алсуса Трединова рассказала о проделанной работе и планах на будущее. Мы тут же выехали в этот же день. 15 ноября выезд на место был. И застройщик заменил котел за счет своих средств. Абсолютно правильно говорится, что нужно здесь сейчас техническое заключение о состоянии объекта. И понять, откуда и сырость, и плесень, и почему вышел из строя котел. И в том числе и насос. Представители Минстроя пообещали. Закажут техобследование и получат результаты в течение трех недель. Губернатор запланировал встречи с горе-обладателями заветных метров. На очереди новая майна Меликесского района. О питьевой воде безобразного вкуса и качества рассказала Зинаида Пименова. Я понимаю, что там нужны большие затраты. Что это не сразу делается. Но уже больше не можем мы жить с такой водой и пить такую воду. Доклады главы района о строительстве станции водоочистки звучали ранее. Минстрой проектирует, время идет. А живые люди продолжают пить отвратительную воду с камнями и ржавчиной. Сергей Морозов поручил министру ЖКХ предоставить готовый план действий к 24 ноября. Промедление отговорок принято не будет. Виктория Черкова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. В продолжение темы плохих условий жизни, 14 семей Ульяновска вынуждены выживать в доме номер 109 по улице Академика Павлова. Дом, ранее признанный аварийным, теперь таким не является. В ситуации разбирались председатель правительства Александр Смекалин и наша съемочная группа. Ободранные стены, дырявая крыша и сплошная плесень. Одноэтажное здание 1956 года рождения расположено по адресу улица Академика Павлова, 109. Всего 14 квартир. Люди вынуждены выживать в собственном доме. Из-за худой крыши потолки у людей не просыхают. Стены начали сыпаться уже давно. Идти жителям некуда. Пару лет назад дом признали аварийным и даже включили в муниципальную программу по сносу ветхого и аварийного жилья. По программе дом должен был быть снесен еще в 2012 году. Однако из-за недостаточного финансирования программу закрыли. До 109 дома очередь так и не дошла. А люди остались со своими проблемами один на один. На встречу с жителями проблемного дома приехал председатель правительства Александр Смекалин вместе с представителями городской администрации. Решение проблемы есть. Необходимо восстанавливать документы о признании дома ветхим или аварийным и заново вставать на очередь. Все это влечет дополнительные траты для самих людей, да и времени будет затрачено немало. Александр Смекалин поручил представителям мэрии решить проблему своими силами, а не силами пострадавших людей. И найдите мне к этой программе обоснование, то, что они были. Вот, это раз. Второе. Подготовьте там от меня письмо на Панчево с просьбой рассмотреть этот дом в связи с вот этой вот программой на этой комиссии по поводу включения. Председатель правительства поручил в течение недели найти в архивах всю информацию о старой программе по переселению, куда был включен дом, чтобы начать как можно скорее восстанавливать статус аварийного жилья. Анна Тищенко, Новости Уллправды ТВ. В семье Алексея и Ольги Коноваловых радостное событие. Они стали счастливыми родителями тройняшек Аллы, Алисы и Василисы. Поздравить молодую семью приехал губернатор Сергей Морозов. Заодно передал подарки и сертификаты по получению мер поддержки. Это капитал семья на каждого ребенка и материнский капитал в размере 450 тысяч рублей. Значит, на сегодняшний день есть вопросы жилищные в данной семье. Мы их решаем за счет того, что привлекаем и материальную помощь, и вот эти сертификаты. Заодно обговорили дальнейшее социальное и медицинское сопровождение семьи. Например, молодым людям уже помогает социальная няня. В Ульяновске прошло очередное судебное заседание. Сегодня в арбитражном суде в очередной раз встретились Валерий Агафонов и Айрат Гебадзинов. Ранее глава фракции КПРФ плохо высказывался о компании «Чистый город». Настало время отвечать за слова. Как прошло заседание, узнаете в нашем материале. Судебная эпопея о задетой чести продолжается. Напомним, в мае этого года депутат Законодательного собрания Ульяновской области и лидер фракции КПРФ Айрат Гебадзинов обвинил руководство компании «Чистый город» в коррупционных делах. А точнее, депутат попытался улечить компании в коррупционной связи с казенным учреждением «Градские дороги». Руководители «Чистого города» Валерия Агафонова возмутили подобное обвинение, и он обратился в суд. Разбирательство продолжается с июня этого года. Адвокат коммунисту утверждает, якобы ее подзащитный не причастен к распространению крамольной информации. «Отсутствуют какие-либо подтверждающие доказательства о том, что именно Гебадзинов распространял в других группах какие-либо сведения». Представители стороны ответчика заказали экспертизу, обличающую фразы. Изучили материал в Самаре. Вердикт такой оскорблений не нашли. Гебадзинов говорит, что всего лишь озвучил мнение своих избирателей. Вымысел это или нет, узнаем только в том случае, если суд потребует их обращения. «В городе Димитровграде ко мне по этому предприятию, да и вообще в целом по ситуации в городе обращалось даже не один десяток людей. Понимаете, то есть это не какой-то частный случай, что мы пришли и сказали, слушайте, тут вот в чистом городе какие-то вопросы». Городские дороги арендуют у чистого города тяжелую технику. Валерий Агафонов уверен, нет никаких странностей и подводных камней в отношениях этих организаций. «Да, договора есть, это все законные договора. И опять же, эти договора, вот представитель НКУ «Городские дороги», они никакого отношения не имеют». Напомним, за оскорбление юридического лица Валерий Агафонов намерен взыскать 150 тысяч рублей. История о конфликте сторон продолжится на следующем заседании, которое состоится 3 декабря. Виктория Черкова, Данил Сурков, Новости Управды ТВ. 300 детей в Ульяновской области сегодня стоят на учете по сахарному диабету. Как заверяют Минздраве, основной причиной серьезной проблемы в получении лекарств стала перерегистрация цены препарата. В октябре заключили контракт, который должен обеспечить бесперебойную поставку инсулина до конца года. Наша съемочная группа узнавала, что изменилось. 12 тысяч человек и 300 из них дети. Именно столько инсулинозависимых людей получает федеральные и региональные льготы в Ульяновской области. Им нужен не только инсулин. Для медицинских помп необходимы расходные материалы. В октябре были проведены торги по закупке комплектующих. На 5 миллионов рублей из федеральной казны расходные материалы больных с сахарным диабетом обеспечили для февраля следующего года. Расходные материалы закуплены. В полном объеме поступают в сеть, которая обеспечивает льготную выдачу лекарств. Сегодня и завтра завершится развоз данных медицинских изделий по аптечным пунктам города Ульяновска и города Димитровграда. И не позднее среды будут доставлены во все даже отдаленные сельские населенные пункты. В этом году были перебои с поставкой необходимых медицинских изделий. Но сейчас их удалось ликвидировать. Процесс закупки и развоз по аптечной сети контролировался практически в ручном режиме. Поступление только началось. На помпах у нас в данный момент 4 человека. Это двое взрослых и двое детей. У них есть рецепты. Они должны эти рецепты выписать по новой, потому что чтобы они были действующими рецептами, то есть с неистекшим сроком годности. И с сегодняшнего дня при поступлении рецепта эти больные у нас будут эти расходные материалы получать. Что же касается закупок инсулина, то согласно принятому бюджету на них будет выделено около 200 миллионов рублей. В декабре ожидается согласование федеральных средств на проведение необходимых закупок. Также планируется дополнительное поступление из регионального бюджета. Егор Ситов, Юрий Конехин, Новости Улправда ТВ. Управление МЧС России Пульяновской области предупреждает об опасности выхода на лед в период ледостава. В целях защиты жизни, здоровья, населения, выход граждан и выезд транспортных средств на лед запрещается до образования прочного ледяного покрова. Соответствующее постановление принято администрацией города Ульяновска. В Большом зале Ленинского мемориала выступит Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла и солисты Большого театра вместе с Ульяновским симфоническим оркестром губернаторский. Они исполнят кантату Кармина Бурана, композитора Карла Орфа. Концерт станет завершением большого проекта «Осенние гастроли». В субботний вечер ульяновцы услышат самое знаменитое сочинение немецкого композитора Карла Орфа – кантату Кармина Бурана, что в переводе с латинского означает «байернские песни». Произведение было написано в 1936 году, но кантата и сегодня не сходит со сцены. Она поражает своей монументальностью новизной жанрового решения. Сейчас в Ленинском мемориале идут репетиции этого произведения. Концерт входит в программу фестиваля музыки «Осенние гастроли». Оркестровая часть достаточно простая и вроде бы с одной стороны там нечего делать, но там такие удивительные находки в области тембра, в области сочетания различных инструментов, что над каждым созвучием там нужно работать. Есть замечательная фраза, касающаяся музыки одного из русских композиторов Георгия Свиридова, художника Йона, который сказал «как мало нот, как много музыки». И вот в данном случае к «Кармени Бурани», наверное, можно отнести и это. Музыка кантата обладает почти гипнотической силой воздействия. Она красочна и живописна. Номера, посвященные любви, исполнят солисты Большого театра России. Екатерина Лехина – сопрано, Леонид Бамштейн – тенор, Константин Сучков – баритон. Роль солистов важна очень в этой кантате. Хотя на самом деле эти сольные куски, может быть, не слишком известны, как знаменитый отрывок. Но, по крайней мере, для меня партия – это очень непросто. Там надо использовать и уметь и фальцетом петь, и тесситурно очень сложно. Поэтому каждый раз я серьезно готовлюсь, чтобы спеть это произведение. Сатирически пародийные песни монахов будет озвучивать Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла имени Эйдинова – один из лучших хоровых коллективов России. Музыкально оформит кантату Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» под управлением главного дирижера и художественного руководителя Ильи Дербилова. К слову сказать, оркестр увеличен группой ударных инструментов. Многие номера кантата – стилизованный поднародно-песенный фольклор, а танцевальные ритмы увлекают своей энергией подобно магическому обряду. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. 23 ноября в Ульяновской области ожидается солнечная прохладная погода без осадков. Температура воздуха днем составит 3 градуса со знаком минус. Ветер северо-западный – 4,7 метра в секунду. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале ulpravda.ru. Хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok